Американцы Субтитры создавал DimaTorzok В основу проекта положим безобидную, на первый взгляд, игрушку из магазина, в котором все по одной цене. Данный проект чисто экспериментальный, поэтому пока что пойдет. В перспективе замутим что-нибудь покруче. Мозгами проекта выступит самая дешевая плата с Алиэкспресс для радиоуправляемых игрушек. Вот отличный четырехканальный вариант стоимостью чуть более 200 рублей. Если кому интересно, ссылка будет в описании. Курпусом для пульта управления будет служить коробочка от кубки для чистки обуви. Дешево и практично. А главное, в разы дешевле, чем корпуса в магазинах радиодеталей. Абсолютно серьезно. Серьезно? Наше деньги. Да, серьезно. Питание. Два холдера под обычные пальчиковые батарейки. Для управления буду использовать два маленьких мотора. Один как бы педали будет крутить, другой – руль. Повертев различные деталюшки в руках, как макак и гранату, и убедившись, что все моторчики работают, я приступил к тестовой сборке. Если со схемой передатчик все просто, там, в принципе, два провода, то вот с приемничком придется немножечко поколупаться. Помимо батареек в приемный модуль нужно будет еще залепить преобразователь с 3 до 5 вольт. Иначе гена не будет. А в сборке самой конструкции особо сложности нету, и единственное, с чем я столкнулся, так это с тем, что неправильно припаял контакты на преобразователь. Что вызвало его некислый перегрев, но, слава богу, оно не сгорело. Ну и еще нелегко паять тоненькие проводочками, когда у тебя пальцы как сардельки. Ну и вот конструкция собрана, пропеллера крутятся, моторчики вертятся, и все без проводов. Чистая магия. Лет 30 назад меня бы сожгли нахер на костре. А теперь самая мудатская часть работы. Всем хороши корпуса, сделанные из губок для обуви. Однако же есть огромный недостаток. Руки обязательно изговнячешь и задолбаешься просто убирать остатки тлея. А потому в один прекрасный момент мне пришла совершенно дебильная идея. И я решил прибегнуть к помощи обезжиривателя. И ладного я просто пытался растворить им остатки клея. Нет. Я решил это дело поджечь. Поддавшись сиюминутной панике, я значительно попортил напольное покрытие, некоторые элементы мебели и изгадил штанишки. В итоге, мое глупое решение чуть не привело к неловкой ситуации. Друзья, при возможности, старайтесь соблюдать все возможные техники безопасности и устава. Помните, они написаны кровью и калом. Ладно, клей отдраен, пожар потушен. Все обошлось. А что, уважаемый, далее? Спросите вы меня? Дырки в коробке. Отвечу вам я. Контакты на платье. Полная шляпа. Я усердно подумал три секунды. И решил тупо запилить кнопки. Уж чего-чего, а этого как дураков. В Госдуме. Кнопки выбраны дешманские. Тактовые. Собственно, тут ты ничего и не расскажешь. Проводочки паяем кнопочком. Схема-то была приложена ранее. Ну а потом все, эту бодягу впихиваем в коробку. Так сказать, впихуем, не впихуем. Что-что, а с юзабилити проблем у меня нету. Если б не выгнали из ПТУ за пьянку, глядишь бы в Эппл кнопки прикручивал. Вот он он, венец творения инженерной мысли. Какой дизайн, какая эргономика. А главное, на удивление все работает. Далее нам предстоит придумать, как засунуть всю эту херобору в лодку, заставить корректно работать, а также реализовать и воплотить в жизнь вооружением. Ладно. Будет день, будет пища. Также хотелось бы отметить, что в ходе работ я уже неоднократно пожалел, что связался с данным передатчиком. И следующий проект будет выполняться стопудово на оплатах Ардуино. Но этот проект я забрасывать не собираюсь и хочу довести до логического абсурда. Сейчас же я предоставляю вам повторную возможность насладиться девайсом, сделанным в сегодняшнем видео, а также повосхищаться моей гениальности. Помимо прочего, вы можете посмотреть другие видео, ну и, естественно, подписаться на канал. И не забываем сделать приятно дяде пальчиком. Всем пока!